Продолжение истории про бравого солдата Швейка. Глава третья, и называется это глава «Швейк перед судебными врачами». Чистые и уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление. Выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель, не я, подследственной тюрьмы с фиолетовыми петлицами и сканутом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную среду и в Страстную пятницу, между прочим. Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом пилатов 1914 года н.э. В подвале, внизу, а следователи, современные пилаты, вместо того, чтобы честно умыть руки, посылали к Тесигу за жарким подсоусом из красного перца и за перзенским пивом, и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру. Здесь в большинстве случаев исчезали всякая логика и побеждал параграф. Душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, убивал и не прошел параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающий свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. Исключение составляли несколько человек, точно так же, как и в полицейском управлении, которые не принимали закон всерьез, ибо между плеволами всегда найдется пшеница. К одному из таких господ и привели на допрос Швейка. Это был пожилой, добродушный человек. Рассказывает, что когда-то допрашивал, и известного убийцу, да-да, именно так, Валешу, самого Валешу допрашивал я, и то и дело предлагал ему, пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул. Когда вели Швейка, судья, то есть со свойственной ему любезностью, попросил его сесть и сказал, так вы, значит, тот самый пан Швейк. Я думаю, что им и должен быть, ответил Швейк, раз мой батюшка был Швейк, и маменька звалась пани Швейкова, я не могу их опозорить, отрекаясь от своей фамилии. Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя. «Хорошеньких дел вы тут понаделали, на совесть у вас много кое-чего». «У меня всегда много кое-чего на совести», ответил Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. «У меня на совести может еще побольше, чем у вас, ваша милость». «Это видно из протокола, который вы подписали». Не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. «А на вас в полиции не оказывали давление?» «Да вы что! Ваша милость, я сам их спросил, должен ли я что-то подписывать. И когда мне сказали подписать, то я послушался. Не драться же мне с ними, а? Из-за моей собственной подписи. Польза бы это, безусловно, не принесло. Во все ведь должен быть порядок». «Хм... А что, пан Швейк, вы вполне здоровы-то, а? «Совершенно здоров!» «Так, пожалуй, даже и сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь аподельдоком». Старик убезно улыбнулся. «А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?» «Я думаю, что мне не так уж и плохо, чтобы господа врачи тратили на меня-то свое время-то. Меня уж освидетельствовал один доктор в полицейском управлении. Нет ли у меня трипера?» «Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам, подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем отдохнете как следует. Еще один вопрос можно, а? Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война. Разразится, ваша милость! Разразится, господин советник! «Очень скоро разразится!» «Не страдаете ли вы, падучий?» «Извиняюсь, нет! Правда, один раз я чуть было не упал из Краковой площади, когда меня задел автомобиль. Но это случилось много лет тому назад». На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил соседям. «Мне, ой, мне так вот это осматривали судебные врачи!» «Ну вот, стало быть, из-за убийства из герцога Фердинанда меня вот эти все доктораты и осмотрят». «Меня тоже как-то осматривали судебные врачи», сказал молодой человек. «Когда я за кражу ковров предстал перед присяжными, ну и признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если у меня один раз признали слабоумным, то это пригодится мне и на всю жизнь». «Ну, я этим судебным врачам нисколько не верю», заметил господин интеллигентного вида. «Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевороха. Потом меня поймали, и я стимулировал паралитиков, и в точности так, как их описывал этот профессор Геворох. Укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернил из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым. И это меня погубило. «Я этих осмотров совершенно не боюсь», заявил Швейк. «На военные службы меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо». «Судебные врачи, судебные доктора, стервы, стервы», отозвался сключенный человек. «Недавно на моем лугу случайно выкопались скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек 40 лет тому назад скончался от удара каким-то там тупым орудием по голове. Мне 38 лет, и меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке». «Я думаю», сказал Швейк, «что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то на нуслях как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от бонзета, ко мне подошел один господин, и хвать арабникам по голове, я, понятно, свалился на землю, а он осветил меня и говорит, «Ошибка – это не он». Да, так это ошибка его, да так его эта ошибка-то разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано, а ошибаться-то до самой смерти. Вот однажды был такой случай. Один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собой домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбель разорвал и сожрал. И приведу еще вот один пример. Думаю, что домой пришел, думаю, что домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся кровами со священными надписями, а под голову положил Евангелие, и Евангелие само положил, и еще другие священные книги, чтобы было повыше-то. Утром нашел его так церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. Хорошая ошибка, говорит церковный сторож. Из-за такой ошибки нам придется снова весь котел освещать. Ну, не котел освещать, а костел, костел освещать. Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, и те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый. Дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в панкраце. Приведу еще один пример. Как полицейская собака, овчарка, знаменитого ротмистра Роттера, ошиблась вкладно. Ротмистр Роттер дрессировал эту собаку и тренировал их на бродягах до тех пор, пока их все бродяги не стали обходить. Кладненский район этой стороной-то вот. И тогда Роттер приказал, чтобы одного жандарма, хоть тресни, привели к какому-нибудь подозрительному человечку, вот привели к нему однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в ландских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал кусок понюхать своим ищейкам-то вот этим. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его и нашли, и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак пустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в ландские леса, когда ему опротивилось сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться. Будь то ученый или дурак необразованный, и министры вот тоже ошибаются. Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может лишь Вейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых его обвиняют, состояла из трех необычных, серьезных господ. Причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатрии. И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, что это следует объяснить единственным тем огромным впечатлением, которым произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул «Господа, да здравствует государь-император Франца Иосиф Первый!» Дело было совершенно ясно. Благодаря сделанному Швейкам по собственному почину заявлению целый ряд вопросов отпал, и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Кардлерсона, доктора Гивероха и англичанина Вейкинга. «Ради тяжелее олова?» «Чё-то, чё-то я не понял». «Я извиняюсь, я его не вешал», со своей милой улыбкой ответил Швейк. «А вы верите в конец света?» «Ну, прежде чем я должен увидеть, вообще-то, этот конец света, но во всяком случае, завтра его еще не будет». «А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?» «Извиняюсь, я не мог бы». «Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку. Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восемь окон, на крыше два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?» Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее, один из них задал еще один вопрос. «Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?» «Этого, извините, не знаю. Но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Волтаве». «Достаточно», — лаконично спросил председатель комиссии. Но один из членов попросил разрешение задать еще один вопрос. «Сколько будет, если умножить 12897 на 30863?» «Семьсот двадцать девять!» «Не моргнув глазом», — ответил швейк. «Я думаю, вполне достаточно», — сказал председатель комиссии. «Можете отвезти обвиняемого на прежнее место?» «Благодарю вас!» «Благодарю вас, господа!» «Вежливо», — сказал швейк. «С меня тоже вполне достаточно». После ухода швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу. Швейк — круглый дурак, идиот, и согласно всем законам природы открытым знаменитыми учеными-психиатрами. В заключение переданным судебному следователю, между прочим, в заключении переданным судебному следователю, между прочим, стояло. Ниже подписавшиеся судебные врачи сошлись в определенном полной психической отупелости и врожденного кретинизма, представшего перед вышеуказанной комиссией швейкой Йозефа, кретинизм которого является, явствует из заявления «Да здравствует император Франц Иосиф I». Как бы вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого, ниже подписавшаяся комиссия предлагает судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выявления, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих. В то время, как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим судебным товарищам по тюрьме. На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили и разошлись. «Никому я не верю», заметил скрюченный человек, на лугу которого случайно выкопали скелет. Кругом одно жульничество. «Без жульничества-то тоже нельзя!» возразил Нуя Швейк, укладываясь на соломенный матрас. «Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой». До новых встреч! «Без жители!»